Сочи и Курская область договорились о сотрудничестве, что предложат друг другу Южная столица и исторический центр. В Адверском торговом центре ребенок упал в лестничный пролет. ЧП произошло накануне. В Сочи сегодня возводится 39 самостроев. Такие цифры озвучили на совещании по противодействию нелегальному строительству. Тематическая зона отдыха открыта на Эмеретинской набережной. Она посвящена создателям олимпийской инфраструктуры и всем участникам игр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сегодня сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках инвестиционного форума в Сочи он провел совещание с губернаторами. Участие в заседании принял и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обсуждались вопросы снижения долговой нагрузки субъектов страны, а также их стимулирования для развития собственного экономического потенциала. Как отметил председатель правительства, выросли доходы консолидированных бюджетов регионов, а число профицитных бюджетов увеличилось. На Кубани появятся ветропарки. Они станут первыми на юге страны соглашения. А реализацию этого проекта подписали на форуме в Сочи. Документ подписями закрепили глава региона Вениамин Кондратьев и гендиректор компании «Ветро ОГК» Александр Корчагин. Ветростанции разместят на территории Темрюкского и Ейского районов. По словам губернатора, дефицит энергоресурсов сегодня одна из основных причин, которая сдерживает развитие экономики. Поэтому для Краснодарского края очень важны проекты, связанные с альтернативной энергетикой. Строительство двух ветропарков для Ейска и Темрюкского района – это те точки роста, которые позволят сегодня решить, в том числе и дефицит энергоснабжения. Для наших этих двух районов, для ЕЦИЛа, для Азовского побережья, сегодня вопрос, который стоит по важности самым основным. И поэтому я уверен, если мы реализуем этот проект, то мы этот вопрос снимем раз и навсегда. Такие проекты, как строительство ветроэнергетических установок, имеют очень короткие инвестиционные циклы. У нас очень много таких формальных противоречий в области регулирования. И мы сегодня нормативную базу на федеральном и где-то на местном уровне вынуждены пересматривать. Попросили бы и вас на это обратить внимание. В переговорной Краснодарского края Вениамин Кадратьев провел ряд встреч и подписал несколько соглашений. Дальнейшее сотрудничество глава региона подтвердил подписями с руководителем агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В первую очередь это касается применения в регионе новой практики в сфере ЖКХ. Кроме того, ранее ведомство выбрало Краснодар центром своей работы. В кубанской столице заработало представительство ОСИ. Еще один протокол губернатор подписал с представителем правления Восточного экспресс-банка. Дальнейшее сотрудничество в первую очередь видят в создании доступной линейки кредитных продуктов для бизнеса. Не всегда сегодняшний наш представитель малого и среднего бизнеса может дать залог и в то же время может быть талантливым бизнесменом, который завтра заработает, безусловно, и вернет кредиты, и создает добавленную стоимость, в чем мы говорим, рабочие места, налоги. И вот здесь совместно с банком, тут риск, конечно, нужно где-то отчасти брать и на себя. Понятно, это банки, понятно, что это институты, которые призваны зарабатывать, в первую очередь. Но давайте, в первую очередь, поддержим нашего предпринимателя, малого, среднего. И я думаю, что вот это и есть та экономика, к которой мы сегодня все стремимся. Мы хотим поддерживать малый бизнес и предпринимательство в Штандарском крае. Мы собираемся на базе отделений Банка Восточного открывать МФЦ для бизнеса, чтобы по принципу одного окна все предприниматели могли получать комплекс услуг, как государственных, так и банковских. Соглашение, касающееся будущего развития региона, заключали и вне площадки Краснодарского края. В присутствии Дмитрия Медведева и Вениамина Кондратьева контракт на сумму более трех миллиардов рублей подписали руководители компаний «Атека» и «Сименс» в России и Центральной Азии. Такую сумму планируют вложить в автоматизацию подъездных железнодорожных путей к порту Тамань. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Перспективы дальнейшего сотрудничества Кубани и Италии обсудили на инвестфоруме. Глава края Вениамин Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуали Тирачано. На встрече говорили о том, что объединяет и Кубань, и Италию. Это производство вина. Виноделие набирает темпы, отметил глава региона. Совсем недавно в крае был открыт собственный питомник. Теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. А вина, произведенные в регионе, могут конкурировать с иностранными. Мы, наверное, сегодня один из самых сильных регионов к производству вина. Это единственный номер один. Конечно, мы ищем партнеров на данном этапе, но только на данном этапе. Я думаю, через год, два, три мы уже перестанем их искать, потому что мы заполним нишу, в том числе и сегодняшним небольшим дефицитом, который на рынке существует. Но выиграет это в итальянский бизнес, если всё-таки не найдёт и не увидит у нас партнёров, или проиграет, покажет время. И я думаю, что здесь итальянская пищевая техника и почвообрабатывающая техника для нас являются предметом сотрудничества. В самые сложные времена ни одна итальянская компания не покинула Россию. Диверсификация экономики позволяет постоянно открывать новые стороны сотрудничества. Наша итальянская технология, совмещенная с традициями производства, будет интересна. Сегодня Италия входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров региона. В 2017 году товарооборот с республикой составил 1 миллиард долларов. В Сочи и Курская область договорились о сотрудничестве. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии было подписано в рамках российского инвестиционного форума. Свои подписи в документе поставили мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Курской области Александр Михайлов. Стороны договорились о проведении в Курске презентации новых возможностей для отдыха. Сегодня работодатели могут купить у нас путёвки по фиксированной цене 1400 рублей в сутки с трёхразовым питанием, весь всем комплексом больного водолечения. Александр Николаевич говорит, что это вполне будет приемлемо для работодателей и пригласил меня с презентацией в Курске. Я обязательно поеду, буду презентовать и буду рассказывать о новых возможностях Сочи. Жители города Сочи, наши люди, они должны то же самое знать побольше, наверное, историю своей страны. Ведь Курская область – это одна из старейших в Российской Федерации. Всегда говорили, Курск – форпост Руси, древняя ещё Руси. Слово о полку Игореве у нас история ведёт начало от этого. Так вот, мы в этом году будем отмечать 75 лет разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. Стороны продолжат обсуждение совместных проектов во время визита главы Сочи в Курск. На форуме подписали ещё одно соглашение о строительстве концертного зала и школы «Сириус» в Сочи. Школа будет располагаться у кампуса «Сириуса». Это 9 тысяч квадратных метров, более 50 различных лабораторий, каворкинговых пространств и библиотек. В этой школе будут заниматься как воспитанники «Сириуса», так и сочинские школьники. Мы открываем физмат-класс для детей из Сочи, которые будут приезжать туда и на углублённые программы по математике, и на инженерные, и на проектные работы. И, конечно же, им будет доступно всё то, что доступно тем ребятам, которые приезжают на программы «Сириуса». Я уверен в том, что наша молодёжь, которая в том числе пройдёт теперь и через «Сириус», она будет более продвинутая и более решительная. Много тех лидеров России, которые определены в этот раз, они, наверное, в Сочи тогда будут. Вторым знаковым объектом станет концертный комплекс «Сириус». Это большой зал на 1200 зрителей и камерный зал на 300. Также предусмотрена возможность организации фестивалей на открытом воздухе. Юные музыканты получат не только возможность учиться, но и играть на одной сцене с артистами высокого класса. Новый концертный комплекс откроется в 2021 году. Также инвестпроект предполагает реконструкцию здания по улице Триумфальная-1, в котором планируется разместить административно-гостиничный комплекс. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Этой ночью из-за ремонта водовода будет перекрыто движение на улице Пятигорская. С 22.00 пятницы до 6 утра субботы по адресу Пятигорская, 40 Д, будет разрыта проезжая часть и установлена спецтехника. На время работ объезд по улицам Земнухова, Молодогвардейская, Лизы Чайкиной. К другим новостям. В Адлерском торговом центре ребенок упал в лестничный пролет. ЧП произошло накануне. Момент падения попал на камеру видеонаблюдения. Видно, как молодая женщина с двумя маленькими детьми подходит к лифту. Пока лифт едет, она достает телефон и начинает на него фотографировать. Оба ребенка при этом все время находятся перед женщиной. В какой-то момент один ребенок отступает назад и падает в лестничный пролет. Девочка упала на этаж ниже и получила закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом лобной кости. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в больнице и, по словам врачей, динамика положительная. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В Сочи на стадии строительства сегодня находится 39 самостроев. Такие цифры сегодня озвучили на специальном совещании по противодействию незаконному строительству. Его провел в городской мэрии заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба. Из центра Сочи самострою переместились в Адлер. Район успешно развивается, и недобросовестные строители начинают возводить свои объекты уже там. В прошлом году в Сочи насчитались 17 таких домов. В этом уже 39. Все они либо находятся только на стадии строительства, либо документы по ним уже в судах. Есть по большинству из них обеспечительные меры. Но и это не всегда работает. Суды идут, застройщик продолжает строить, в том числе привлекая средства покупателей недвижимости. И в итоге через тот же суд узаконивает многоквартирный дом. Мы вложили в эту галлумерацию достаточно большие средства для того, чтобы развить курортную зону, сделать его круглогодичным. Но вот эти факторы, связанные с экологическими проблемами, с законами строительства, они убивают лицо города и восприятие города как курортная зона. А потому вопрос незаконного строительства, подчеркнули на совещании, это проблема не только местных властей, у которых, к слову, нет контролирующих строительство функций, но и проблема краевой федеральной власти. И ей должны плотно заниматься полиция, прокуратура, стройнадзоры, служба судебных приставов. Если мы будем продолжать точно так же медикаментозно лечить болезнь, ни к чему мы не придем. Бороться с самостроем можно только межведомственным взаимодействием. Тогда, когда работать по самострою, выходить на место и на землю, будут не только сотрудники администрации, а еще совместно с сотрудниками и прокуратуры, с сотрудниками внутренних дел. На совещании предложили выработать и новые механизмы борьбы с незаконным строительством. Один из вариантов, который может стать альтернативой сносу самобола, предложил председатель Краснодарского краевого суда. Ведь часто на эту дорогостоящую процедуру просто нет средств в городской казне. Ввести статью конфискация. Есть решение суда, значит, сносить не обязательно, если этот дом соответствует. Главное, чтобы экспертиза проведена, что он не рухнет. И конфисковывать в пользу муниципалитета все эти дома. Такой вариант, конечно, возможен, но его сначала должны одобрить на федеральном уровне. А пока все уровни власти должны использовать все доступные сегодня инструменты и продолжать активно бороться с самостроем. К слову, эта борьба дает реальные плоды. С 2015 года количество незаконных многоквартирных домов удалось уменьшить на 72%. В Сочи открылся новый арт-объект. Тематическая зона отдыха на Амеретинской набережной посвящена создателям олимпийской инфраструктуры и всем участникам зимних игр. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Это Олимпийский парк в миниатюре. В новый арт-объект включены все знаковые места Амеретинки. В целом, тематическая зона отдыха представляет собой композицию из олимпийских колец, выполненных из монолитного бетона. Размер площадки более 300 квадратных метров. Это место, считают власти страны и города, должно стать памятным для многих поколений сочинцев. Тематическую зону посвятили всем участникам олимпийской стройки и создателям проекта «Сочи-2014». В их числе и куратор Сочинской Олимпиады, вице-премер России Дмитрий Казак. Зампредседателя правительства отметил, что этот сквер создан благодаря реализации федерального проекта «Создание комфортной городской среды». И Сочи стал пионером в этом движении. Помните, какие дискуссии были в 2008, 2009, 2010 году, стройка надоела. Но чуть-чуть потерпели и получили совершенно другой город. Мы будем продолжать эту программу. Из федерального бюджета ежегодно выделяется более 25 миллиардов рублей. Они распределяются для муниципалитетов. Через эти пять лет получим совершенно другую городскую среду в целом нашей стране. Это очень важный элемент, важный элемент и качества нашей жизни, и элемент нашей внутренней культуры. Сегодняшний Сочи – это площадка для мировых политических, культурных и спортивных событий, отметил губернатор Краснодарского края. Но в первую очередь это современная инфраструктура, а значит комфортная среда для проживания, подчеркнул Кондратьев. На самом деле я согласен с мэром. Огромные слова благодарности бесконечно будут заслуживать те, кто создал наш Сочи современным, красивейшим, спортивным, ну и, конечно, плодоустроенным, комфортным городом для жизни, самое главное. Потому что в первую очередь выиграли от Олимпийского Сочи вы, жители Сочи, которые сегодня пользуются этим наследием. Я еще раз хочу обратиться к молодежи. Друзья, вот то, что сегодня мы открываем, вам в этой красоте жить. Да, большое счастье, я уверен, жить в Сочи, принимать гостей со всей нашей страны и за рубежа и гордиться тем, что вы сочинцы. Создание новых зон отдыха и мест благоустройства активно обсуждается с сочинцами. И благодаря такой работе только в прошлом году в городе открыли пять скверовых парков. В 2018 благоустройство и создание комфортной городской среды только наберет обороты. Это и есть тот арт-объект, который всегда будет напоминать всем гостям города, всем жителям города, тех людях, которые создали эту красоту, создали хорошую инфраструктуру города. И, по сути дела, развернули работу в другую сторону, в лучшую сторону. Мы стали круглогодичным курортом и с каждым днем набираем обороты. Мы планируем уже в этом году построить новый парк на Мацесте, новый сквер на Светлане. Мы планируем завершить строительство сквера на Голубых Далях. Мы планируем заняться ремонтом некоторых дворовых территорий. Благоустраиваться будут как общественные придомовые территории Сочи, так и сама набережная в Амеретинке. На сегодняшний день она включает в себя 21 современную пляжную территорию, одна из которых в этом году претендует на получение голубого флага – престижной премии, которую Международный экспертный совет присваивает лучшим водным территориям мира. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Куда идет российская наука и что сегодня больше интересует ученых? Эти темы сегодня обсудили преподаватели вузов и сотрудники сочинских НИИ. С высоким гостем – председателем Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владиславом Панченко. Встреча прошла в Сочинском госуниверситете. За круглым столом не только руководитель фонда фундаментальных исследований и представители Краевого министерства образования. Здесь же сочинские ученые, ведущие в регионе исследования. Владислав Панченко рассказал, что на инвестиционном форуме подписано соглашение между Краснодарским краем и фондом. Региональные ученые теперь могут рассчитывать на более масштабную поддержку своих инициатив. Перспективные направления исследований озвучили в рамках круглого стола. Это не эфемерные размышления, подчеркивает Панченко. Современная наука должна решать конкретные задачи, которые волнуют людей. И вот в этом задача ученых – экстрагировать, понять из хаоса проблемы, а какую задачу нужно научно решить. Математические моделированные, геномные исследования, которые позволят реальную социально-экономическую проблему решить с помощью этого знания. Сочинский государственный университет выбран для такой беседы не случайно. СГУ выбран опорным вузом Краснодарского края. И давно уже сотрудничает с фондом фундаментальных исследований. Тому подтверждение многочисленные гранты. Сочинский государственный университет по многим вопросам идет в тренде. Наши исследования, которые проводятся, они влажатся на те направления исследований, которые сейчас наиболее интересны для развития науки Российской Федерации, ну и, соответственно, для фонда. Кроме того, в рамках круглого стола состоялось расширенное заседание Президиума Сочинского регионального отделения Российского профессорского собрания, которое возглавляет ректор СГУ Галина Романова. Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Широкая Масленица вступила в свои права. Сегодня по народному календарю – тещины вечерки, гостевой день. Впереди проводы зимы. В выходные в Сочи начнутся массовые гуляния. Традиционное же сжигание чучела по традиции состоится в парке Ривьера, где идут последние приготовления к празднику. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. И длится он целую неделю. Прежде чем войти в Великий пост, в народе принято ходить в гости, устраивать гуляния и есть блины. В Ривьере Масленицу отмечают по всем традициям и обычаям. В меню местных кафе в последний день Масленичной недели добавятся блины с горячим чаем. Поменяется и антураж. Украшать заведение будут самовары с матрешками. К потешному празднику готовятся и артисты парка. К примеру, Конный театр сегодня репетирует совершенно новое тематическое шоу. Наши лошадки подготовили много разных сюрпризов, таких необычных, которые не везде и не всегда увидишь. Даже в кино. Без огня и, так скажем, фейерверка точно зрительно не оставим. Фейерверк эмоций 100% гарантируем. Достаточно трюков именно с огнем, так как Масленица все-таки ассоциируется с огнем. Масленица считается одним из самых древних праздников. Она существовала на Руси еще в языческие времена. Еще с тех пор в нашей стране сохранились некоторые обряды, в том числе сжигание масленичного чучела. Подобный обряд был символом проводов зимы. А еще люди верили, что таким образом из жизни уходят все печали и невзгоды. Многие верят в силу ритуала и по сей день. И на удачу раскупают вот такие масленицы из лыка, которые мастерит местная рукодельница. Приезжают отдыхающие, берут как сувенир. Можно сжигать, а можно как сувенир дома хранить талисман, чтобы была весна всегда. Кульминацией масленичной недели является воскресенье. Этот день называют проводами. В этот же день в парке Ривьера состоятся традиционные гуляния и тот самый обряд сжигания чучела. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.